С возвращением, Капитаны! Сегодня мы продолжим изучать сюжет Ханкай Импакт. На этот раз затронем сюжетную арку Море Квантов из глубины океана. Броня, Тереза и Эйнштейн стояли на краю глубины загадочного и коварного царства, наполненного бесчисленными опасностями. Их миссия была ясна – достать потерянный камень желания из глубин Моря Квантов. Они знали, что это будет непростой задачей, но их решимость горела ярче, чем когда-либо. Пока они готовились к путешествию, сердце Бронни колотилось от предвкушения и неуверенности. Ей предстояло встретиться со своей приемной матерью Коколей и подругами детства Розалией и Лилией. В ней бурлили смешанные чувства, но она знала, что должна выполнить свой долг. Коколия, фигура из прошлого Бронни, появилась перед ними с серьезным выражением лица. Она сообщила троице, что камень желания был потерян в коварном Море Квантов, бурлящем вихре измерений и возможностей. Это было место, которое могло легко поглотить неосторожных, навсегда заманив их в ловушку. Эйнштейн, вечно находчивая ученая, приготовилась войти в Око Глубин, портал, который должен был привезти их в Море Квантов. Но прежде чем они смогли продолжить, воссоединение Бронни с Коколией оказалось более крутым, чем ожидалось. Их противоречивое прошлое всплыло на поверхность, породив неразрешенные эмоции. Сомнения грызли решимость Бронни, и она доверилась Терезе, ища утешения и руководство. Тереза, мудрая и сострадательная, выслушала сомнения и страхи Бронни. С нежной улыбкой она напомнила Бронне о важности решительности перед лицом невзгод. Она призвала ее противостоять своей приемной матери и принять свою судьбу. В этот момент Броня нашла утешение в словах Терезы и приготовилась к тому, что ее ждет впереди. Однако по мере их путешествия обнаружилось неожиданное предательство. Эйнштейн наткнулась на Коколию, сговорившуюся с Серым Змеем, опасным противником. Прежде чем Эйнштейн успела среагировать, Серый Змей начал атаку, в результате чего Эйнштейн мгновенно исчезла. Шок отразился на оставшейся троице, оставив их в состоянии неуверенности и безотлагательности. Через несколько часов рой существ Ханкай вышел из-за глубины, угрожая обрушить хаос на глубину. Броня, Тереза и близняшки Оленевы, Розалия и Лилия бросились в бой. Их навыки и решимость подверглись испытанию, когда они сражались с безжалостным натиском, сталкиваясь даже с колоссальным зверем, известным как Тлалак. Но среди хаоса и сражений броня заметила, что портал, ведущий в море квантов, вот-вот закроется. Время истекало, и нужно было принимать решение. В момент броня решила прыгнуть в закрывающийся портал, движимая решимостью вернуть Камень Желания. Когда броня появилась на бескрайних просторах моря квантов, её встретил Иахим, фрагмент Вельта Янга, легендарная фигура из её мира. Иахим представил броне ряд испытаний, переносящих её в разные пузырьковые вселенные. В этих странных мирах броня встретила знакомое лицо – Зеле Валерий, её подругу детства, которая давным-давно попала в ловушку в море квантов во время неудачного проекта X-10. Руководствуясь общими воспоминаниями и желанием сбежать, броня и Зеле заключили союз. Однако их путешествие приняло неожиданный оборот, когда броня узнала об истинной цели Зеле – миссии, данной ей загадочным мировым змеем. Предупреждённая Иахимом остерегаться этого самого существа, броня отвергла план Зеле и оказалась втянутой в ожесточённую битву против другой личности своей подруги. Как только конфликт достиг своего апогея, Тлалак вновь появился, усилив хаос в море квантов. В отчаянной борьбе броне удалось заполучить Ядро Разума – могущественный артефакт, которым когда-то владел Вельтьян, чтобы запечатать мирового змея. Усиленная этим новым артефактом, броня раскрыла свой потенциал Хершера Разума, используя свои способности, чтобы победить Тлалака и углубиться в море, чтобы найти Зеле. Между тем, оказавшись в ловушке во вселенной пузыре, воссоздающей воспоминания Кевина Касланы из предыдущей эры, Зеле оказалась среди суматохи 12-го Хершера – Хершера Порчи. Она встретила Сакуру, солдата организации «Мантис», которая поделилась отчётами о борьбе человечества против Ханкай и о проектах, предпринятых для их спасения от вымирания. Произошла трагедия, когда Сакура была убита Хершером Порчи, вселившимся в её сестру Рин. В последние минуты жизни Сакуры появился Кевин, предлагая слова утешения и напоминая Зеле о необходимости для человечества победить Ханкай любой ценой. Именно во время этой встречи Зеле идентифицировала Кевина как загадочного мирового змея. Части головоломки начали вставать на свои места, и осознание Зеле породило смесь страха и решимости. Прежде чем могла развернуться дальнейшая конфронтация, прибыла броня, готовая вернуть Зеле из лап Кевина и камень желания. По ошеломляющему повороту событий из ядра появился Вельтьян, прикрывая броню от натиска Кевина. Мощная фигура позволила ему идти, не вступая в бой, держа в руках заветный камень желания. С обретенной ясностью и целеустремленностью броня, Зеле избежали, их сердца были полны надежды, а тяжесть мира легла на их плечи. За пределами коварного моря Квантов развернулось шокирующее откровение. Коколия, движимая отчаянным желанием спасти Зеле, заключила сделку с серым змеем. Она нуждалась в его помощи, чтобы спасти Зеле, в то время как он искал её помощи, чтобы спасти своего соратника, пойманного в ловушку в глубинах моря. По неожиданному повороту событий Коколия выбросила камень желания, бросив его в море, и возглавила команду Гипериона, чтобы открыть око глубин. Однако по мере того, как броня прыгала в море и углублялась в его тайны, её начали терзать сомнения. Сделка, которой её принудили, не устраивала её совесть. Коколия, спровоцированная колкими словами серого змея, в ответ выстрелила в него. К её удивлению, серый змей раскрыл свою истинную природу, обладая несколькими телами, которые ответили шквальным огнём. Его зловещие намерения стали ясны, когда он нацелился на Розалию и Лилию, стремясь поглотить их для его аугментации зверя Ханкай. Близнецы и Тереза объединились, высвободив свои огромные силы против серого змея. В отчаянной попытке одержать верх он выпил особую сыворотку, превратившись в грозного зверя Ханкай – Ассаку. Тем не менее, ход битвы изменился, когда Тереза воспользовалась своей скрытой силой, усиленной улучшением костюма сумеречного паладина. С новыми силами она сражалась вместе с Розалией, в конечном итоге победив серого змея и спасая Лилию из его лад. Среди хаоса Зеле и Броня наконец воссоединились, и их сердца наполнились облегчением и радостью. Их побег из лабиринта морских глубин казался вполне достижимым, но их надежды быстро рухнули, когда их поймали потусторонние щупальца. В самоотверженном акте самопожертвования Броня перерезала путы, удерживавшие Зеле, и сама поддалась цепким щупальцам. Зеле, обремененная собственным бессилием, нашла утешение, когда ее внутренняя личность, темная Зеле, согласилась предоставить ей силу. Вместе они использовали свою объединенную силу, вырвавшись из лап щупалец и спасая Броня. Зеле, Броня, Розалия и Лилия наконец воссоединились. Заключенную Эйнштейн освободила Шрёдингер, которая задержала Коколию за ее изменические действия. С помощью Шрёдингера им удалось найти Броню, Зеле и Вельд, вытащив их из моря Квантов и обеспечив их безопасное возвращение. Броня, оправившись от пережитого, оказалась лицом к лицу с Коколией в ее тюремной камере. В сердечный момент они примирились, их связь залечила шрамы их прошлого. Коколия дала своему приемному ребенку ценный совет, призывая ее доверять своим друзьям и позволять им разделить ее время. Тронутая этим новым пониманием, Броня приняла ядро разума от Вельта вместе с его предложением научить ее, как использовать его силу. Вновь объединившись, девушки приняли коллективное решение присоединиться к экипажу Гипериона, укрепив свою решимость сражаться Бог, а Бог друг с другом. Они праздновали свое воссоединение, зная, что вместе они обладают силой, чтобы противостоять любым испытаниям, которые ждут их впереди. С сердцами, полными надеждой и решимости, они приступили к новой главе своего путешествия, готовые противостоять угрозам Ханкай и защитить свой мир от сил, стремящихся разрушить его. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Оставьте комментарии, лайк и подпишитесь, если еще этого не сделали. До встречи в других моих видео. Субтитры создавал DimaTorzok